Вот чего ожидать от этого визита и какие могут быть приняты решения во время переговоров в Канаде? Это вопросы для беседы с Андреем Шевченко, послом Украины в этой стране. Андрей, приветствую вас. Буквально несколько коротких вопросов. Какие результаты могут быть достигнуты во время визита президента Украины в Канаду? Чего ждать от этого визита? Андрей, приветствую вас. Но кроме того, конечно, это очень хорошая нагода для того, чтобы выставить новые задачи, новые цели в двусторонних отношениях между Украиной и Канадой. Канада – это один из очевидных лидеров в международной коалиции на поддержку Украины. Это наш настоящий друг, это наш надежный партнер. Я думаю, мы сегодня пришли к точке, где мы можем очень прагматически намалювать следующие этапы в нашем партнерстве. Понятно. Андрей, ну вот, пожалуй, еще никогда не было таких хороших отношений между нашими странами, как в последние годы. Канада из тех стран, которые больше всего помогают Украине. Но чего еще можно достичь в отношениях с этой страной в ближайшее время? Вот, например, реально получить безвизовый режим? Мы не ожидаем на большие новини, которые касаются безвизового режима с Канадой. Это очень сложная тема для Канады. И мне кажется, что это тема для разговора, на жаль, на годы. Но я абсолютно уверен, что мы придем к безвизовому режиму между нашими двумя странами. Что реально и что сейчас на порядке у Денном? По-перше, это наше военно-справедение. Мы сегодня подписали с Канадой оборонную договоренность и достигли решения о продолжении военно-тренувальной миссии Канады в Украине. И я думаю, что это тот случай, где есть реальное партнерство по оружию между нашими и канадскими солдатами. По-друге, это экономика. Сегодня у нас работала зона угоди про вольную торговлю между Канадой и Канадой. Я думаю, что пришел час наповнювать ее реальными кроками. Той, кто занимается бизнесом и сейчас чуя нас, у нас реально сейчас появляется возможность выходить на канадские рынки. Я закликаю максимально этим заниматься. Ну и, кроме того, это, конечно, тема украинской громады. Потому что есть абсолютно золотая украинская громада, которая надает колоссальную поддержку в Украине. Это визит, это возможность поспілкуваться с громадой, поддякувать за поддержку и обговорить очень конкретные проекты, над которыми громада работает или за которые собирается взяться. Это может быть встречи зрелых друзей, хороших партнеров. Между нами не просто эмоциональный связок. Мы видим очень прагматичную ценность партнерства между нашими двумя странами. Спасибо за ответы. Андрей Шевченко, посол Украины в Канаде, отвечал на мои вопросы.